Это наш дорожный патруль. Водитель, держи, держись за руль. Смотри на знаки огни и светоборок. Быть в безопасности – это так здорово! Приветствие, разминка, видеоконкурс, домашние задания. Городская игра КВН на тему соблюдения правил дорожного движения по структуре ничем не отличается от оригинальных игр клуба «Весёлых и находчивых». Второй год подряд старшеклассники городских школ показывают знания правил безопасного поведения на дороге таким необычным способом. В финал, который традиционно проходит во Дворце творчества детей и молодёжи, попадают самые подготовленные. Тут главный критерий – не брать из интернета, сами придумать. Ну и как бы мы так подумали, посовещались и решили сделать. Мы ещё в том году принимали участие, поэтому более-менее знакомы с правилами. И решили в этом году, так как мы попали на город готовиться, мы, получается, готовились около месяца. В этом году жюри выбирало победителя среди пяти команд городских школ. Перед каждой стояла непростая задача – с юмором рассказать о правилах дорожного движения. Креативная подача, соблюдение регламента оценивалась наравне с главным требованием. Шутки, чтобы были. И, во-первых, чтобы они были вот именно соответственно возрасту. Не нужно никаких там не совсем хороших шуток, чтобы не высмеивались сотрудники ГИБДД. Это как бы тоже не приветствуется. А были они, может быть, с нашими дорогами связаны, с нашими водителями, с нашими пешеходами, которые не всегда выполняют правила дорожного движения. То есть, чтобы это было с юмором, но не злым. Игра получилась интересная. У каждой команды был свой стиль, манера работы с залом и группа поддержки. Болельщики сразу определились со своими предпочтениями. Мне больше всего понравилась первая часть, особенно первая команда 45-й школы. Почему? Ну, мне кажется, у них было самое смешное выступление из всех. Мне понравилась 44-я школа в первом акте тоже. В итоге по сумме баллов кубок победителя был вручен команде школы номер 45. Вторыми стали ребята из 48-й. Приз за третье место получила 44-я школа.